Всем большой привет! С вами Лиза Трипскет. В сегодняшнем видео я буду продолжать серию видео о нашем ремонте своими руками и не только. И сегодня мы будем пытаться сделать полностью уборку кухни. Что мы постараемся сделать? Во-первых, мне нужно будет очистить кухню от всех коробок, которые здесь лежат. Во-вторых, нужно будет полностью прибраться, потому что такое ощущение, что на кухне они убирались, наверное, лет пять уж точно. Но потом, через несколько недель, когда мы закончим ремонт остальных комнат, мы также применяем здесь полы и применяем, наверное, кафе на стенке и некоторые приборы. Собственно, вот это наша кухня в таком состоянии. Как я уже сказала, мы только что переехали, потому что здесь лежат очень многие коробки, которые нам придется перенести куда-то в другое место. На кухне наклеено или прибитое вот такое вот дерево декоративное и радиатор мы тоже, наверное, будем менять, потому что не в восторге от этого радиатора. Какие-то такие небольшие детали. Плюс кухня, конечно, очень-очень грязная. Такое ощущение, что здесь очень долго не убирали. Это мне тоже нужно будет все сегодня сделать. Наверное, надеюсь, что Хосе мне поможет, потому что вот даже не хочется показывать. Если вы едите, вам это испортит точно аппетит. Нужно будет все здесь помыть. Желательно поменять также ракмин, который мы еще не купили. Нужно будет съездить куда-нибудь купить. Хочется полностью перекрасить все вот тут все вещи. Смотрите, тут вообще они декоративные, что ли, не работают вот эти вот створки. Все, в общем, нужно будет поменять, перекрасить, с деревом что-нибудь сделать, привести его в порядок, покрасить стены, поменять кафель, поменять пол. В общем, работы действительно очень много. Естественно, мы постараемся сделать декоративную часть за два-три дня. Сможем, не сможем, посмотрим. Обязательно покажу вам результат, что мы будем делать. Нам только что привезли холодильник. Холодильник новый. С ней пока что все хорошо. Но это просто дельная история, когда мы его привозили. Ну что, через парочку часов начнем полную уборку. А я пока начну перетаскивать эти коробки. И нам нужно также будет съездить в магазин и купить, конечно же, краску. Начинаем уборку кухни. Сейчас нужно будет отсюда убрать телевизор. Вот, в общем, наш объем работы. К счастью, кухня не такая большая. Ну, конечно, пол нужно будет помыть. Но у нас так грязно в доме, постоянно работы идут, поэтому, наверное, не самая критичная. Ну, хотелось бы, чтобы кухней можно было пользоваться хотя бы. Так, не думаю, нет. Не знаю, что нет. Это rien. Есть колеса. Дети нет. В общем,ities нет. Да. Почему по профилям «элуминация»? Да, да! В общем, это лидер. В общем, это лидер! Да, нет. В общем, это лидер для этого. всем привет сейчас воскресенье мы съездили в магазин за красками потом покажу вам когда будем красить покажу какие краски мы купили где мы их выбрали но это было самое интересное событие сегодняшнего дня с исключением в ранчо которые я показывала и сейчас мы уже наверное третий или четвертый час стараем кухню сейчас покажу что закончено что еще не закончено и сделаю небольшой таймлапс того что мы делаем и также сделаю небольшой апдейт нашего ремонта работаем уже без остановки наверное часов шесть и остались последние детали нужно помыть кафель на стенах помыть рядом с окном зону подоконник и пойти душ и начать раскладывать некоторые из вещей сейчас уже на часах 11 часов вечера так что нам осталось работать наверное часа полтора всего лишь почти полночь и сейчас покажу вам как выглядит кухня после уборки которая у нас длилась почти что два дня ну не дня но сегодня часов шесть точно минут не работали и вчера часа два точно и не смотря то что может внешне она не выглядит конечно такой нам нужно было в каждую каждую дверцу протереть распять в том числе этом какую-то налипшую еду убрать в общем очень-очень встали но ее пока что вымыли и кстати установили холодильник так что он сейчас работает так выглядит кухня после уборки здесь еще стоят такие чистящие моющие средства которыми мы убирали постараюсь убрать все несмотря на то что наверное решили что в ближайшие несколько месяцев кухню будем менять но все равно чтобы ей сейчас пользоваться в ближайшие месяцы нужно ее было помыть а это наш холодильник который мы купили но приехал он вчера и вот тут уже собственно стоит немногочисленная еда с холодильником у нас была связана целая эпопея дело в том что доставили его в достаточно такой знаете внушительной коробке и несмотря на то что мы заплатили доставку доставку до комнаты где он должен стоять то есть до кухни получилось так что коробка не пролезла в наши ворота ворота знаете такой заборчик декоративный который стоит на входе и отделяет такой знаете небольшой скверик при входе в дом небольшой такой садик когда мы поняли что коробка не проходит на самом деле крючки сказали что у них много дела они вообще должны уйти но мы их немножко подержали решили подумать что можно сделать я побежала в дом думаю что нужно взять пилу спилетить этот маленький заборчик потому что ну как денег никак не принести но потом мы вспомнили что у нас как раз таки два работают два штукатурчика из восточной европы тоже где-то я не знаю может с южной европы они по-моему с балкана где-то были не спрашивали откуда они интересно следующий раз придут обязательно спросят вот они согласились нам помочь и в пятером они перебросили вместе с этими грузчиками холодильник через ворота и потом увидели как грузчики просто убегают просто побежали обратно до своей машины чтобы дальше этот холодильник нам не вместе на кухню поэтому мы думали дальше вчетвером вместе с нашими штукатурчиками что же делать собственно с этим холодильником он никак не входил даже в входную дверь поэтому пришлось с него снять полностью вынести его из коробки остался только защитный чехол и потом мы все его подняли и подняли и еле-еле потащили через входную дверь он подошел внутрь зашел если на самом деле я тоже помогла нести так что поранила себе немного палец порезал какую-то острую часть этого холодильника в общем была такая интересная история но все-таки дотащили подключили и теперь он здесь у нас стоит помните вам показывающий очень-очень грязный ящичек вот теперь ящик супер-супер чистый и здесь вот здесь у меня здесь осталось немножко но это на самом деле просто взбуша дерево как я сказала нам эту кухню нужно мне потому что она во многих местах просто прогнившая везде разные цветы здесь белого серого цвета здесь внутри шкафчики коричневого цвета там по моему кажется вообще белые если не ошибаюсь да тут вообще белые вообще не все разные конструкторы их собирали но наконец-таки все завершено и завтра осталось только вот эту вот часть стенки помыть радиаторы возможно и сейчас еще полы помыла но несмотря на то что я помыла кажется что они грязные на самом деле здесь красил потолок и поэтому просто краска накапала на пол на самом деле не грязно сегодня я уже сбилась со счета какой день нашего ремонта и честно говоря мне уже это все действует на нервы потому что ложимся спать мы достаточно поздно встаем и очень и очень рано сегодня мы встали в 7 утра потому что строители и наши работники пришли в 7.40 и вообще спать там конечно чердаке не очень удобно потому что там огромное стекло огромное-огромное окно и солнце встает сейчас достаточно рано день работали контракторы работники и хотела показать вам ситуацию с ванной комнатой и какие проблемы у нас возникли и какие дополнительные затраты у нас также возникают по этому поводу а затем мы пойдем грунтовать стены самостоятельно так вот во что превратилась ванная комната сегодня был очень-очень шумный день потому что сняли со стен буквально весь кафель также сняли кафель с пола и вынесли в ванну и в общем много чего сделали отсюда тоже сняли кафель насколько у нас свежая штукатурка которая сохла у нас три дня сегодня конец третьего дня мы купили ту которую нам посоветовали собственно в том же магазине где мы покупали краску краску мы купили фире он боу мы никогда раньше не грунтовали стену поэтому для нас это будет такой первый опыт материалы которые мы купили мы купили грунтовку или как она здесь называется праймер купили краску двух цветов одна на одну стену вот эта стена нас вот эта вот стена у нас будет другого цвета как по-английски называется feature wall и все остальные три стены будут вот такого цвета то есть одна будет немножко более коричневая и три будет такие бежевые светлые почти белые но более такие теплый белый цвет бежевый и вот это вот будет праймер покажу бренд вот такой мы купили он достаточно дорогой но его очень много кто хвалил поэтому мы решили разориться и хотя бы в спальной комнате использовать вот эту краску посмотрим обязательно вам скажу хороша она или нет стоит покупать такую дорогую краску и праймер или не стоит мы мешаем грунтовку поскольку у нас свежая штукатурка мы всем советом мы мы мешаем 60 процентов 6 процентов праймера и оставшаяся часть треть в общем две трети праймера треть воды потому что сейчас на свежая штукатурка будет всасывать просто невероятное количество праймера он достаточно дорогой поэтому чтобы немножко сэкономить прямо так написано на сайте и делать в общем мы попробуем этот способ никогда в жизни такого не делала поэтому сейчас будет интересно то есть портфель смена нарядов потому что у нас на самом деле бабье лето и будет очень жарко и я просто упарилась в своей предыдущей порте потому что она была достаточно как бы это сказать теплая у меня два роллера у меня есть вот такой вот роллер достаточно массивный но не очень удобный как оказалось есть такой вот обычный самый дешевый магазина намного тоньше и говорят что намного меньше покрытия наносишь вот сейчас сравню вот этим я уже сделала одну стену сейчас пытаюсь сделать пройтись вот этим и сравнить какой лично мне из них нравится больше смена одежды на этот раз я нашла что-то с длинными рукавами несмотря на то что мне будет дико жарко все равно не хочу себя забрызгать краской потому что уже обнаружила что у меня руки были так достаточно сильно мы закончили устали на самом деле но вся комната теперь покрыта грунтовкой или праймером как его здесь называют отойду буквы чтобы лучше видно было вот так вот мы сделали сегодня такую работу проделали безумно устали мы еще не ужинали уже почти 11 часов вечера вообще-то надо идти спать потому что вставать все утра всем привет не обращайте внимания на мой усталый вид сегодня уже четверг то есть почти неделю мы живем в этом доме и уже больше недели как у нас начался ремонт ремонт продвигается достаточно медленно хотя конечно ванна комната продвигается достаточно быстро потому что ее делают профессионалы и хотела показать сегодня что мы делаем вчера даже не снимал потому что настроения не было я устала после работы мне впервые нужно было ходить идти в офис за шесть месяцев сейчас покажу что мы делаем и зачем это делаем два дня назад мы покрыли грунтовкой эту комнату и нам посоветовали что после грунтовки можно еще раз полклеить шлифовальные бумаги чтобы скрыть небольшие неровности и шероховатости и проблемки дырочки естественно все не успели сделать и все не получилось делать но у нас во время шлифовки у нас в некоторых местах сошла краска сейчас мы ищем стоит ли ее снова покрывать вот эти места покрывать праймером или можно будет сразу красить в принципе сегодня что мы собирались сделать праймер со свежей штукатурки после обработки этой бумагой все же со штукатуркой мне кажется я сделала не очень хорошую работу потому что очень много неровностей возле розеток и все хуже вокруг вот этого включателя там выключателя тем временем обнаружилась проблема проблема заключается в том что праймер по идее должен быть такой настоящей грунтовкой то есть он должен создавать союз такой покрыть он должен в принципе как нам объяснили впитаться в стену и образовать такой слой поверх которого очень легко будет красить и краска будет хорошо держаться но у нас получилось что у нас был очень густой праймер он не всесался и он вот так вот отшелушивается от стены и звонила я своему папе разговаривал очень долго по телефону потом хосе звонил самому крестному отцу и спрашивал тоже совета примерно советы были одинаковые нам нужно вот смотрите как у нас огромное стало тоже пятно потому что от него откалываются кусочки откалываются откалываются продолжают откалываться кто бы знал что грунтовать будет так сложно я не знаю я думаю что мы въедем сюда за два дня все покрасим прекрасно мы же комнат этой комнаты занимаемся наверное больше недели до чуточку больше недели и честно говоря у меня вот так уже в горле стоит и у нас еще честно говоря кон не валялся мы настолько далеки от завершения я просто могу представить себя живущей в этой комнате мне кажется что это так далеко от финиша мы постараемся развести очень сильно правильно прям очень очень сильно и нанести его поверх вот это вот поверх которой получается сколько штукатурки и поверх вот этой грунтовки на небольшую часть на небольшой участок и дальше завтра как только это высохнет еще немножко пошлифовать наждачной бумагой и нанести еще один слой грунтовки чтобы выровнять цвет чтобы цвет был такой похожий на вот этот вот светлый светлый белый полупрозрачный и потом когда уже это высохнет пытаться нанести краску если это не получится не знаю придется связь нам звонить из нового совета или возможно даже звоните производителю этой грунтовки и спрашивать совет потому что в интернете не нашла много информации как мне кажется что это не такая распространенная проблема вчера мы допоздна красили потолок и как мне кажется получилось совсем неплохо по крайней мере лучше чем чем стены были покрашены праймеры я столько что были в магазине под названием builders тепло это примерно аналог знаете что-то вроде петровича в россии если вы были когда-нибудь в этом магазине ну вот это просто огромный такой сглаз где вы можете покупать собственно все струи материалов которые вам нужны сейчас покажу вам немножечко что там внутри купили опять товаров материалов на 170 фунтов и опять купили не все что нам нужно так что нам придется просить наверное наших контракторов привести нам какие-то вещи потому что для этого нам нужен ну естественно какой-то фургон потому что у нас в машину это все не влезает didn't we get it